Девушки отдыхают Родные! Мы здесь! Прилетели! Не бросили! Эта сцена буквально повторяет один из подвигов капитана Николая Майданова. Только совершил его знаменитый пилот вертолета еще в Афганистане. 12 мая 1987 года в афганской провинции Лагар звено Майданова из двух Ми-8 и двух Ми-24 возвращалась на базу после высадки десанта у кишлака Обчакан. Неожиданно на связь вышел комбат спецназа майор Анатолий Корчагин. Под Обчаканом беда. Боевиков оказалось слишком много. Командование не разрешило Майданову вернуться. Но Николай сделал вид, что у него отказала рация и повернул звено на помощь десантникам. Капитан Майданов поставил на кон свою карьеру и даже свободу. Ему грозил трибунал. Но поступить по-другому Николай Майданов просто не мог. За нарушение приказа Николая Майданова отстранили от полетов и посадили под домашний арест. Ненадолго, потому что за своего спасителя горой стали спецназовцы. Так что утром заместитель командира отдельной вертолетной эскадрильи лично побывал на месте боя и доложил командованию. Капитан Майданов принял единственно правильное решение. Действовал смело и достоин представления к званию Героя Советского Союза. Кадровики и политотдел возмутились. Слыханное ли дело давать героя за нарушение приказа? Сошлись на ордене Красного Знамени и в выговоре. А золотую звезду Николай все-таки получил. И даже не одну. Полковник Майданов вошел в историю как единственный офицер, который за подвиги на поле боя стал одновременно Героем Советского Союза и Героем России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА Там брошенный аул, а за ним дорога. Мой дед жил там. На этих кадрах из фильма «Караван смерти» режиссера Ивана Солового афганские маджахеды перевозят через границу из Пакистана самое современное оружие и мины, присланные их заокеанскими покровителями. ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА Не допустить того, чтобы оружие и взрывчатка, которую перевозят душманы, были применены против советских солдат и офицеров, было главной задачей спецподразделений охотников за «Караваной», таких как 668-й отдельный отряд спецназначения ГРУ. Именно его бойцы 12 мая 1987 года обнаружили и захватили самый крупный за всю историю боевых действий в Афганистане «Апчеканский караван». Вот это мы выкладывали, вот как раз вертолетная площадка. Ну, тут еще половины боеприпасов, конечно, нет, а это тяжелое вооружение. Аж за горизонт. Мы вывозили неделю. Сколько жизней наших спасли, это же все предназначалось на наши головы. Однако судьба операции по ликвидации этого каравана и самих спецназовцев повисло на волоске, когда в момент первого столкновения выяснилось, что против 26 бойцов спецназа больше сотни душманов. И к ним еще спешит столько же на подмогу. Нет сомнений, десантников смяли бы уже в первый час боя, если бы не командир группы вертолетов капитан Майданов. Всего за двое суток, пока шло это сражение, капитан Майданов сделал 15 боевых вылетов и произвел 8 посадок под огнем. И Николай целый день своими ребятами прикрывали нас с воздуха. И также на следующий день, потому что были раненые, нужно было забрать, вы представляете, идет обстрел, шквальный огонь, да, борт приземляется, да, прикрывает бортом, раненого загружает, он уходит. Своих в беде не бросают. Это Николай Майданов усвоил с детства. Он родился в селе Таскудук Джамбульского района Уральской области Казахстана в многодетной семье. У Коли было 4 брата и 2 сестры. Семья была интернациональной. Отец Саин, казах. Мать Галина Людвиговна имела немецкие корни. Когда Коле было 5 лет, в их колхоз для опыления полей прилетел Ан-2, кукурузник. Мальчишка тогда мертвой хваткой вцепился в колесо машины, повторяя, я буду летать. А в 1973 году, после окончания школы, вместе с другом отправился поступать в училище гражданской авиации. Экзамены они сдали, но на медкомиссии друга забраковали. И Коля неожиданно для всех забрал документы. Или вместе поступаем, или вместе едем домой. Именно таким было его представление о настоящей дружбе. Впрочем, позже многие друзья считали, что была и еще одна причина для столь странного поступка. Звали ее Танечка. Мне было 14 лет, а ему 17 лет. Мы с моими подружками сидели на лавке, на скамейке. Он проходил мимо. Ну, я взяла и окликнула его. Он подошел к нам, поздоровался со всеми. Я отошел. Вечером мама приходит и говорит, там тебя какой-то казаченок на улицу просит выйти. Выхожу, смотрю, это Коля стоит. Ну и все. И мы как-то слово за слово и стали разговаривать, общаться. Больше я, конечно, разговаривала, чем он. Он молчал. Этому полудетскому внезапному чувству было суждено вырасти и связать их на всю жизнь. Оно оказалось столь искренним и порой обжигающим, что производило неизгладимое впечатление на окружающих. Оба были ревнивые. Таня там вообще поубивала бы любого, если бы какое-то слово, что-то там. Если он по дороге едет, выезжая из аэродрома, кого-то из женщин забирает, это все, блин. Конец Саиныча был. И он тоже, он более молчал, более сдержанный был, но очень ревновал ее. После попытки поступления в летное училище Николай окончил школу ДСАФ и получил права водителя грузовика. Работал шофером на кирпичном заводе, а затем отправился служить срочную в танковый полк. Казалось, мечта о небе окончательно забыта, но вмешался случай в лице командира полка, у которого Николай был водителем. Не хочешь, ты говорит, продолжить службу военную? Оля сказала, я подумаю. Ну, а на следующий день Евгений Иванович в машину ему свалил просто кипу учебников и сказал, вот это вот твое подумать. И пока ты сидишь, меня у штаба ждешь, ты учишь, вспоминаешь. Бывало, говорит, такое, говорит, едем, а я так нет-нет, и возьму, и Коля задам вопрос там по физике, по математике. И тот отвечал мне все. В 1976 году на выездной летной комиссии Майданов блестяще сдал все экзамены и стал курсантом Саратовского высшего военного авиационного училища. Когда Николай перешел на второй курс, они с Татьяной поженились, а через год родился их первенец Рустам. Второй сын Сергей появился уже после окончания училища в 1982 году в Венгрии, куда Николая направили служить. Впрочем, времени на семью не хватало. Один раз сидит и говорит, ты знаешь, я только сейчас понял, что у меня, оказывается, дети. Я говорю, почему? А потому что его не было. То в одной командировке, то в другой командировке, то, знаете, вот, то полеты, то наряды. Причиной для этого было резкое обострение обстановки в Европе после ввода советских войск в Афганистан. США вышли из договора об ограничении стратегических наступательных вооружений и начали развертывание в Европе ракет средней дальности «Першинг-2». Угроза нашей стране постоянно нарастала. Так что в южной группе войск, непосредственно примыкавших к странам НАТО, учения шли одни за другими. В те годы Николай Майданов летал на Ми-6, но его сердце было отдано другой боевой машине. Ну, он почему-то в Ми-8 был влюблен просто вот, как он говорил, рабочая лошадка небесная. Вот. И он все время писал рапорта, чтобы его перевели на Ми-8. Ну, не было возможности, и вдруг он один раз приходит и говорит, а мне подписали рапорт на перевод. Оказалось, чтобы пересесть за штурвал Ми-8, Николай специально попросился в Афганистан, где эти машины активно использовались. С 1979 по 1989 год советские вооруженные силы принимали участие в военном конфликте на территории Афганской республики, где им и правительственным силам Афганистана противостояли многочисленные вооруженные формирования маджахедов, пользовавшихся политической, финансовой, материальной и военной поддержкой стран НАТО, а также консервативных исламских государств, чьей целью было овладение природными ресурсами Афганистана, в частности, богатыми залежами урана, а также создание плацдарма для экспорта цветных революций в южные республики СССР. В апреле 1984 года летчик-штурман, старший лейтенант Николай Майданов, прибыл в 181-й отдельный вертолетный полк, дислоцированный в афганском городе Кундуз. Главной задачей пилотов авиабазы было прикрытие колонн, которые шли из СССР вглубь страны, и ликвидация бандформирований. В сложных условиях горно-пустынной местности любой полет опасен. К тому же маджахеды, вооруженные крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками, в свою очередь охотились за вертолетами. А потому в Афганистане требовались особые навыки боевого пилотажа. Конструктор ограничил максимальный крен, допустим, 30 градусов. Но когда я в ущелье разворачиваюсь, я вряд ли буду смотреть на этот крен, сколько у меня будет. И точно так же по скорости. Ты его просто чувствуешь. Позже Николай Майданов скажет, что летать по-настоящему его научил Афганистан. Его техника пилотирования будет приводить в восторг не одно поколение летчиков. У него была фирменная посадка. Посадка на флажок называется у летчиков. После Саиныча я не видел, кто это умеет делать. Смысл в чем, что вертолет проходит над площадкой, осматривает ее, и тут же выполняется разворот на 180 градусов на педалях и посадка. И вот Саиныч это было красиво, идеально, то есть было отработано до автоматизма. Майданову в Афганистане пришлось наносить бомбо-штурмовые удары, высаживать десант, доставлять боеприпасы и грузы отдаленным заставам и блокпостам, вести разведку, вывозить раненых. Но, пожалуй, самыми тяжелыми для Николая стали вылеты для эвакуации тел погибших экипажей. За 15 месяцев 1984-1985 годов в Афганистане погибли 120 вертолетчиков. И вернувшись домой после этой афганской командировки живым, без единой царапины, Майданов не мог об этом забыть. Уходят в себя, вот замолчит. Я чувствую, что что-то не то. Начинаю спрашивать, Коль, опять вспоминаешь? Он говорит, ты знаешь, я не могу, говорит, вот просто пережить то, как родители получают, ну, когда погибают дети их, и получают вот известие. Афганский синдром. Построматическое стрессовое расстройство. Тогда таких терминов не знали и не знали, как помочь. Татьяна решила сделать мужу сюрприз. Однажды, будто случайно, прогуливаясь мимо, затащила Николая в спортивный магазин. Там на витрине, поблескивая смазкой, лежало ружье его мечты с вертикально расположенными стволами, витиеватой резьбой на цевье и, конечно же, с баснословной по меркам офицерской зарплаты ценой. Николай чуть не плакал от досады. И тут Татьяна спросила продавца, сколько она еще должна. Три рубля двенадцать копеек, улыбнулся продавец и, получив деньги, вручил Николаю заветную двустволку. Оказалось, жена тайком вступила в общество охотников, получила разрешение на покупку оружия и целый год его командировки понемногу вносила деньги. Из магазина, под смех детей, Николай вынес Татьяну на руках вместе с заветным ружьем. Казалось, Николаю стало легче. Но спустя два года после командировки в Афганистан Татьяна стала замечать, что муж вновь не находит себе места. Часто и подолгу сидит задумавшись. Наконец, состоялся разговор. Дети легли спать уже, а мы сидим, а он говорит, ты знаешь, там командировка намечается в Афганистан. И там один поедет, его посылают, но мне кажется, он не справится. И я, наверное, соглашусь. Хотя он уже давным-давно дал согласие, просто перед фактом поставил и все. В апреле 1987 года старший летчик, капитан Николай Майданов, прибыл в 335-й отдельный вертолетный полк, стоявший под Джалалабадом. Поначалу коллеги опасались, что он будет козырять своим прошлым афганским опытом. А между тем, за короткий срок в Афганистане случилось много перемен. Время-то прошло, техника изменилась, вооружение и тактика, все самое опасное, тактика, духа изменилась. В конце 1986-го, начале 1987-го года в Афганистане боевики стали массировано применять новейшие американские переносные зенитные комплексы «Стингер», по сути, объявив войну вертолетом. Стоянки и базы боевиков стали прикрывать специально обученные расчеты ПВО. Всего за несколько месяцев 335-й вертолетный полк потерял более 20 экипажей. ВЫСТРЕЛЫ Требовалось менять тактику полетов. Коллега вот, он меня докапал, увидел как-то, вот, что я ночью пришел, с горла привез раненых, вот, ему интересно, как это делать, ночью, ничего не видно, вот, ничего не освещает, сюда еще стреляет. Майданов удивил всех летным мастерством. Особенно ему удавались полеты на сверхмалых высотах. Обычно такие проходили на высоте от 50 до 100 метров. Николай же умудрился вести 11-тонную винтокрылую машину в 5 метрах над землей. Это лишало боевиков возможности прицелиться. Однако при скорости 200 километров в час любое неверное движение, любой незамеченный холм или дерево грозили катастрофой, заставляя даже многоопытных коллег Майданова нервничать. Можно прозевать. Нет земли, это полный род земли. И вот я с ними летаю, все ниже и ниже, все ниже и ниже. Апрель месяц, у меня уже вроде как близко замена. Я говорю, слушайте, мужики, у меня сын растет, я его еще толком не видел. В мае 1987 года старший летчик Николай Майданов приступил к самостоятельной боевой работе. Его звено прикрывало один из самых опасных участков афгано-пакистанской границы между Газни и Джалалабадом. Пути караванов с оружием пролегали на огромной территории. Маджахеды передвигались по ночам, а днем прятались в ущельях или лесных зарослях. Командование во избежание потерь запрещало полеты над такими местами. Однако Николай Майданов сознательно шел на риск, понимая, что каждый пропущенный караван будет стоить жизни сотен советских солдат и офицеров. Запрет был до 500 метров, даже до 1000 метров. Зеленые зоны не подходили, потому что могут сбить с ДШК и так далее, или с Астенгерой. Мы на облетах летим. Коль, идем туда. Идем. Заходим в зеленку и все. Первый крупный караван под Обчаканом звено Майданова захватило уже в третьем боевом вылете. 12 мая 1987 года. Дальше больше. За 15 месяцев только крупных караванов на его счету было 10. А мелкие он перестал считать на втором десятке. Вертолет Майданова с бортовым номером 011 попал у маджахедов на особый учет. За голову пилота была назначена персональная награда в 1 миллион афганей. За эти деньги можно было купить несколько кишлаков с людьми. В июле 1987 года звено Николая Майданова вылетело на очередную охоту. Разведчики заметили десяток навьюченных мулов. Николай привычно посадил вертолет и к каравану устремилась группа досмотра. Вдруг ударили минометы. Били прицельно по вертолетам, а не по десанту. Засада. Ведомый Николай Кузнецов прокричал, что у него тяжело ранен правый летчик. Майданов отреагировал молниеносно. Его вертолет словно мячик перепрыгнул через машину у ведомого, заслонив ее бортом. Приказав Кузнецову улетать, Майданов, все так же дергая свой вертолет из стороны в сторону, не давая вести по нему прицельный огонь, стал забирать десант. Позже аэродромные техники насчитали в машине Кузнецова больше 40 пробоин. А в вертолете Майданова ни одной. Тогда-то среди спецназовцев и появилось поверье, дескать, Майданов заговоренный. Летишь с ним, будешь жив. 8 декабря 1987 года два вертолета с группой спецназа были сбиты возле кишлака Харландай, что к югу от Газни. 25 выживших десантников и членов экипажей вертолетов вели бой против двух сотен боевиков, среди которых было несколько американских инструкторов и элитный отряд смертников из Пакистана черные аисты. Ситуация такая, значит, их высадили практически на учебный центр муджахедов. Вот, и они попали в окружение, вели бой неравный. Там уже начали появляться потери, там раненые, убитые. На помощь вылетела группа из двух Ми-8 и четырех Ми-24 под общим командованием капитана Майданова. Место, где шел бой, представляло собой сплошь усеянное валунами крошечное плато между отвесными скалами с одной стороны и пропастью с другой. Маджахеды простреливали каждый метр. На прилегающих высотах расположились расчеты гранатометчиков, крупнокалиберных пулеметов и зенитных установок. Садиться в таких условиях было безумием, но положение оборонявшихся с каждой минутой становилось все более отчаянным. Почти все были ранены, заканчивались патроны. Бойцы уже готовились выдернуть кольца гранат, чтобы взорвать себя. В эфир летели слова прощания. И Майданов слышал их. Николай – это человек, который, в общем-то, ничего не боялся. То есть, как ему скажешь, куда лететь, туда он и летел. Без вопросов. Приказав другим вертолетам оставаться на безопасной высоте, Майданов с ведомым Николаем Кузнецовым пошли на посадку. В этом рейсе удалось высадить 20 десантников с боеприпасами и забрать раненых и экипажи подбитых машин. И вот Николай вытащил эту группу, садясь под огнем практически со всех сторон. И вот представьте, какое нужно иметь самобладание и мужество, чтобы посадить вертолет. Он посадил вертолет, пробоин был, как решетой вертолет. Второй рейс в огненное пекло Николай делал в одиночку. Кольцо боевиков сжалось настолько, что двум машинам уже не было места. Перескакивая с точки на точку в клубах пыли, огня и дыма, Майданов собирал живых и мертвых. Одного не хватало. Остальные требовали улетать еще немного, и боевики забросают вертолет гранатами. Но Майданов ответил. Или забираем всех, или все остаемся. Ругая духов судьбу и упрямого вертолетчика, четверо спецназовцев бросились на поиски последнего. Нашли его, оглушенного и забившегося под огромный валун. Так на борту оказалось 35 человек, что даже по меркам равнины перегруз. А уж в горах взлететь с такой ношей и вовсе невозможно. Даже духи перестали стрелять, наблюдая за самоубийственным взлетом. Вертолет Майданова буквально дополз до края обрыва и рухнул в пропасть. Подобный трюк выполняли другие вертолетчики и раньше. В падении винт раскручивался. Тебя нагрузили, а она не хочет висеть, поэтому ты чуть-чуть ручку от себя, до склонника, поддернув, чтобы балка не ударит, он вроде как подпрыгивает, и туда градусов по 30. И она разгоняет скорость, и потом... Однако никто и никогда не выполнял этот маневр с двойным перегрузом. Лопасти винтов вертолета загнулись, словно лепестки тюльпана. Рев турбин превратился в вой. Металл трещал и стонал, но машина выдержала. И Майданов повел ее на базу. Вечером того же дня выжившие спецназовцы собрались за столом. Помянули погибших. Затем единогласно постановили считать 8 декабря 1988 года своим вторым днем рождения, а Николая Майданова при встрече качать на руках. Вы думаете, вот как Майданов, там сверх какой-то человек. Нет, он простой человек. Простой человек. Но человек, который может пожертвовать в любую секунду собой ради других. А это не каждому дано. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1988 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Николаю Саиновичу Майданову было присвоено звание Героя Советского Союза. В указе было отмечено, что капитан Николай Майданов совершил 1250 боевых вылетов, лично вывез с поля боя 85 раненых солдат и офицеров, перевез до 1000 десантников и 100 тонн грузов. Золотую звезду он получил после возвращения из Афганистана домой. Высокой наградой гордился, но козырять ею было не в характере Николая. Проезжая мимо магазина, я смотрю очередь, я говорю, Коль, посуду продают. Ну, как, знаете, как женщине тоже хочется. Но я подошла, спросила, Дулевский фарфоровый, значит, сервиз продается. Тонкий-тонкий, он у меня есть до сих пор. Он жалился, пошел, купил, но когда я увидела его красное лицо с этим сервизом заходит в машину, я поняла, что это первая и последняя его была ходка. 90-е годы стали трудным временем. Вслед за распадом СССР началось дробление советской армии по национальному признаку. В 1991 году подполковника Николая Майданова как перспективного офицера направили на обучение в Военно-воздушную академию имени Гагарина. После ее окончания в 1992-м Майданова как казаха, вопреки его воле, отправили служить в независимый Казахстан. Тщетно Николай забрасывал казахское руководство просьбами о переводе в Россию. Его не отпускали. Тогда Майданов обратился к своему другу Александру Райляну, который в то время служил в управлении авиации штаба сухопутных войск России. Мне пришло письмо из Казахстана. Коля не отпускает его из Казахского джамбургского полка. Я с этим письмом к командующему Виталию Горычу Павлову Героя СССР говорит, ну что, конечно возьмем. Пойдешь в Ленинградский округ командиром полка. Полк, которым командовал Николай Майданов, находился под Санкт-Петербургом в поселке Агалатова. На его плечи лег огромный груз хозяйственных проблем, о которых командиры советских времен даже не подозревали. Где достать керосин и запчасти, как отремонтировать полосу, куда поселить офицеров, кому обратиться, чтобы людям выплатили хотя бы часть зарплаты. Просить, даже уговаривать, торговаться, вот что для этого требовалось уметь. Но такое было совершенно не в характере Майданова. И он попросил перевезти его туда, где мог бы найти достойное применение своему боевому опыту. Его отправили на достаточно тяжелый полк, 325-й полк Игорь Быхского. Тяжело не в плане, что там ситуация тяжелая, а это юг. Постоянно работал на юге и Абхазии, и Чечня. Перед отъездом к новому месту службы Николай неожиданно принял важное решение. 1 февраля 1998 году он мне говорит, сегодня едем крестить меня. Я говорю, да ладно. Ну и стала говорить, что мама там католичка, а папа мусульманин. Как ты христианскую веру хочешь принять? А он говорит, ну, я так принял. Кто знает, быть может, Николай просто предчувствовал, что его ждет и искал духовные опоры, которые помогают человеку даже в самых тяжелых испытаниях. 7 августа 1999 года более тысячи боевиков под началом Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан, захватив несколько десятков сел в Ботлихском районе. Чтобы не допустить прорыва террористов вглубь территории России, требовалось срочно перебросить людей и технику в труднодоступные горные районы. Эта задача легла на плечи летчиков 325-го отдельного транспортно-боевого вертолетного полка под командованием Николая Майданова. При этом полевой аэродром в 3-х километрах от Ботлиха простреливался с окрестных гор прямой наводкой. Не раз попадал под обстрел и сам командир полка, удивляя молодых летчиков мгновенной реакцией и летным мастерством. На Ботлихе брали десант и входили в горы. Такая погода была, помню, хорошая. И на 3-й ходке в эфире у нас бортовой стрелок летал Юра, Юрков. И в эфире крик, командир по нам работает, я ранен. Саимович сразу ручку от себя, левую педаль, ущелье. Этот маневр вывел машину из-под огня. Бортстрелок отделался легкой царапиной. И вновь, как когда-то в Афганистане, о Майданове стали говорить заговоренный. Он был легендой, но при этом оставался абсолютно доступным и невероятно скромным. У Саимовича кровать стояла рядом с нами в кубрике. Хотя он мог, как руксостав, жить в отдельном там, в профилактории в Моздоке. Ему выделили бы номер, даже никто бы не сопротивлялся. Нет, он сказал, зачем? Мне нужен мой личный состав, мои летчики, с которыми я ежедневно куда-то иду, куда-то что-то делаю. Пожалуй, единственной привилегией командира, которую признавал Майданов, было право идти в бой первым. У него был самый большой налет в полку. Порой командир проводил в воздухе по 5-6 часов. Человек, он, как бы вам сказать, не за ордена, не за медали, не за что он, вот этого. У него был, мне так показалось, какой-то азарт, что ли, или даже, может, это слово не подходит. Какая-то вот его жизнь такая, рисковать вот постоянно, понимаете, в чем дело. И где какая вот сложная задача, он всегда брал ее на себя. В сентябре 1999 года началась контртеррористическая операция на Северном Кавказе. И вновь полк Майданова оказался на острие боевых действий. Высадки десанта, штурмовки, разведка, эвакуация, доставка людей и грузов. Единственной отдушиной в этой каждодневной боевой работе для Николая Саиновича была музыка. Очень музыку любил. У нас на борту был всегда этот фонарик вот этот китайский, знаете, были такие вот с магнитофоном. Вот. И вот Юрков у нас, стрелок наш, отвечал за то, чтобы он был заряжен. Если Юрков забыл вечером зарядить фонарик, хавайся на следующий день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В январе 2000 года командование российской группировки начало масштабную операцию по блокированию чечено-грузинской границы в Аргунском ущелье. Через это ущелье шли поставки вооружения и наемники. Обратно же на территорию Грузии, скрываясь от федеральных войск, уходили крупные бандформирования. Накануне операции Николай Майданов позвонил жене, чтобы поздравить с Днем Ангела. Поздравил с Татьяниным днем. Ну, как всегда, она оказывает, там, знаешь, за мальчишкой, там, и все прочее. Вот. Построже быть с ними. Говорит, я потом позвоню, но ты не переживай, потому что события будут там, в Аргунском ущелье, и будет операция. Мы будем там на операции. Не беспокойся, все будет нормально. 27-го не позвонил, 28-го не позвонил, и у меня что-то вот, просто вот, знаете, какая-то тревога шла. Я не понимала, откуда она идет. Утром 29-го января Николай Майданов высадил группу десантников в ущелье. При этом вертолет Майданова получил повреждение, и он взял другую машину с экипажем. Берет десант, 10 человек, меня оставляет. Говорит, полетишь со мной. Я говорю, ну, понял, блин. А сам знаю, что он, ну, так, знаете, много раз летал и много раз дыр привозил. Где какая сложная ситуация, там получалось всегда он. Высадка второй группы прошла на редкость гладко. Но вернувшись, Николай Майданов узнал, что потеряна связь с первой высаженной им группой десантников и немедленно вылетел на ее поиск. Позже выяснится, что десантники после скоротечного боя потеряли рацию и ушли своим ходом на 20 километров от зоны высадки. Не зная этого, Майданов делал круг за кругом над местом десантирования в поисках своих, которых в беде не бросают. Хотя понимал, что с каждым новым витком риск попасть под огонь возрастает. Он очень хотел найти этих ребят. Очень хотел. Но откуда так начались выстрелы? То есть хлопки вот это, знаете, такие, как в консервную банку попадает что-то такое. Получилось так, что именно по кабине расстрел пошел. Первая пуля попала в грудь Майданова, вторая в шею. Но он еще успел дернуть штурвал и вывести вертолет из-под огня. На большее сил уже не хватило. В бортепнике это, как говорит, бери управление Саимыча ранило. И руках так его посмотрел, а он уже обмяк в кресле. Сидит. Да и елки-палки. Николай умер прямо в полете. Буквально за несколько мгновений до приземления. Посадку завершил второй пилот. Он довел вертолет до базы, где ждали медики, но помочь Майданову они уже не могли. Обе пули были смертельными. 10 марта 2000 года указом президента Российской Федерации полковнику Майданову Николаю Саиновичу было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Николай Майданов очень переживал, что у него тихий голос. Командир должен говорить громко, напористо, где-то даже агрессивно, а он не умел. Как-то после командных занятий в Академии он пришел домой расстроенный. У меня никогда не получится, сказал он жене. Меня никто не услышит, я слишком тихо говорю. Татьяна тогда ответила, главная не громкость, с которой ты говоришь, а что ты вкладываешь в слова. Сумей достучаться до людей, донести суть, и они тебя услышат. Так и случилось. Голос Николая Майданова навсегда остался в памяти тех, с кем он сражался плечом к плечу, и тех, за кого он погиб. Продолжение следует... Продолжение следует...